Город, не терпящий суеты. Города бывают похожи на людей, все зависит от настроения. Париж бросается в объятия первый раз, а затем подчеркнуто, холоден и даже несколько высокомерен, как генерал в отставке. Москва напоминает суетливую торговку, которой не занимать денег, но иногда занимать культурой и уважением. А Белград, он как тот самый породистый, с бакенбардами ухажер, каждую весну проживающий свою последнюю молодость. Белград никого не впускает с первого раза. Это вам не Нью-Йорк, я велкам. Здесь нужно пообвыкнуть, присмотреться, принюхаться. Последнее немаловажно. В Сербии воздух пахнет особенно, абсолютно по-особому. Это чувствуется с первых минут прилета. Если это зимой, то влажный воздух пропитан пьянящими запахами древеского угля, которым топят печки в сельские местности, но тянет так, что пахнет и в городе. А летом со Срамских полей доносится благоухание тысячи цветов, особенно сильно оно на рассвете. Белград просыпается рано, но по ночам не спит. Огромный диск солнца по весне восходит над Дунаем таким образом, что если ехать из аэропорта в столицу, может показаться, что въезжаешь в город солнца. Чтобы понравиться Белграду, нужно быть терпеливым. Не гнаться. Поскорее выведать все городские тайны. А вовсе никуда не торопиться. Только в неспешности познания красоты вам может открыть в свое сердце этот город. Главное сербское слово, которое приходится часто слышать, прилетая из Москвы, – «плаку», медленно. В нем и обволакивающая мелодичность Белграда, и сербская основательность, и терпящая суеты, и неповторимый югославский стиль жизни с обязательными перерывами на кофе, и размеренные от того еще более вкусные поздние обеды. В отличие от многих других мегаполисов, к идее здесь относится более чем серьезно. В сербской кухне скрывается первый ключ к осознанию этой дивной страны, ее столицы. Свежайшее круглый год мясо, приготовленное тысячей разных способов. Белградцы даром, что на туннеле не сильно уважают рыбу. Как правило, молодое вино, скорее белое, чем красное. И, конечно, музыка. Какой же сербский обед может обойтись без песен? На этот счет практически в каждом уважающем себя ресторане имеется собственный ансамбль, состоящий, как правило, из аккордеона, скрипки, виолончели и трубы. Количество и тип труб могут варьироваться. Однажды мне пришлось быть свидетелем появления оркестра трубачей, превышающего 30 человек. Это было на сербский Новый год, который сербы отмечают так, что сам Новый год оказывается лишь скромной прелюдией к праздницам в ночь на 14 января. Способ заработка трубачей, кроме обычного, в ту ночь состоял в том, что музыканты подходили с разных сторон к каждому гостю и играли до тех пор, со всей силы, пока несчастны им не заплатят. Но это скорее исключение. После завершения трапезы вас ждет непременная белградская ночная жизнь, вернее, ночный живо. Сербское слово в нашем контексте гораздо более точно отражает суть происходящего. Вы знаете, какой город на протяжении последних нескольких лет дважды, как минимум дважды, признавался мировой столицей ночной жизни? Не удивляйтесь, это Белград. Конгрессу ему составляет только Будапешт, но там живут венгрии. Клубы на любой вкус и цвет расположены не только в старой части города, но и на берегах Саввы и Дуная. То, что у нас называется невыговариваемым словом дебаркадом, сербы красиво именуют сплавом. И опять все понятно. Лучшее время года в Белграде длится с середины марта по середину ноября. По нашим представлениям это можно назвать, в общем-то, летом, потому что плюс 15 в конце марта, плюс 20 в начале ноября, что это, если не лето? Но из всего этого теплого карнавала дней я бы все-таки выбрал апрель. Не только потому, что в этот месяц часто доводилось бывать в этом прекрасном городе и даже один из местных шлякеров, так называется. В этом месяце окончательно открываются летние площадки многочисленных белградских кафан и можно стать свидетелем настоящего променада. Жизнь в городе, как и во всей Европе, начинается довольно рано. Располагающийся в самом центре культовый отель Москва открывает свои стеклянные стены, в него начинают стекаться местных жителей. Часто останавливаясь здесь за завтраком, успел немного изучить их привычки и манеры. Поверьте, это устоит. Как правило, уже в возрасте пожилые белградцы чаще мужского пола с утренней газеты идут сюда на чашку кофе и встречу со старыми приятелями. За разговорами они могут просидеть здесь несколько часов, заказывая при этом только кофе и в крайнем случае маленькое пирожное. Но это нужно видеть, их мимику, их жесты, их опрятные, хотя и не новые костюмы, 10 лет назад подобранные с безупречным вкусом. И подалеку от этого места располагается знаменитая богемная Скадарская улица, где жизнь кипит круглые сутки. Однажды, зайдя с московскими гостями жаворонками сюда на чашку кофе, за бокалом розового вина в 9 часу утра, мы ошарашиван смотрели на степенно вышагивающую по булыжникам в Скадарлии невероятно элегантную пару, достойную подробного описания. Стройный высокий господин, явно почтенного возраста, несколько за 80, с тростью, в коричневых сияющих туфлях, в светло-коричневом костюме, с белой сорочкой, темным галстуком и алой розой вместо бутоньерки. Под руку, как только можно выгуливать свою юную поклонницу, вел даму, более чем вдвое его моложе, в бежево-пестром платье, в огромных очках хамелеонах и на нестерпимо высоких, как для булыжника, каблуках. В силу последнего обстоятельства, процессия двигалась особенно медленно, но здесь так и принято, по лагу. И в этом нет ничего удивительного. В Белграде так живут. Пожилые сербы застали здесь русских эмигрантов, еще застали русских эмигрантов. Более того, многих из них в детстве учили бежавшие от большевиков русские интеллигенты. В отличие от Парижа, куда эмигрировали, в первую очередь, те, кто обладал, кроме титулов, еще и деньгами, военная и научная интеллигенция осела в Сербии. Здесь и барон Врангель жил и похоронен, а с ним и весь белый эмигрантский генштаб. В городке Сремский-Карловце русская православная церковь проводила свой собор, на котором возникла РПЦ за рубежом. Здесь дожидался Красную Армию в 44-м киевский монархист Василий Шульгин. А объединитель Вягославии, король Александр Каргеоргиевич, за два года до своей смерти построил красивейшее здание русского дома. Потому что самое интересное, Балканы за последние сто лет становились приближенными для русских не только после революции. Уже в 2000-х сюда потянулись по разным причинам наши некоторые соотечественники. Кстати, Анатолий Быков был в свое время обладателем, кажется, паспорта номер 5 Республики Черногория, которая 15 мая 2006 провозгласила свою независимость. И, кстати, как мы знаем, также отдельные лидеры русского национализма, ныне уже находящиеся в местах не столь отдаленных, избрали Сербию местным своей жизнью. Мое знакомство с любившим меня городом началось с туманной рождественской ночи 2008 года, когда наш, задержавшийся более чем на 6 часов самолет, с доселе непонятными мне смуглыми людьми приземлился в Белградском аэропорту Сурчин. Помню только, что за несколько минут до посадки мне ткнуло мысль, где-то здесь еще не так давно летали натовские бомбы и ракеты. И вот, кстати говоря, сейчас до последнего момента стояло два законсервированных здания разбомбленных в Белграде, и одно из них не так давно, в этом году, кстати, его уже и снесли. То есть здание бывшего КГБ разбомбленного уже в Белграде нет, на его месте что-то строится, сейчас не вспомню что. Возвращаясь к рождественскому Белграду, надо признать, что это невероятно гемотографический город. Сама природа здесь создает такие погодные условия, которые заставили бы плакать Филини. Напротив филологического факультета Белградского университета находится студентский тырк, площадь с парком, в котором стоят памятники великим писателям и деятелям искусства. Однажды, когда поздно ночью возвращаешься с очередного веселого ужина с приятелями, парк будто оживает в очень густом, как молоко, подсвеченном низко посаженными фонарями тумани, просматривались черты качающихся на ветру деревьев и монументов, а освещаемый памятник сербскому поэту в плаще со спины вдруг неожиданно напомнил Ильича, с его вечно указывающей куда-то рукой. На рождественскую службу белградцы, проживающие в центре, идут в соборную церковь, ставят свечи в специальные засыпанные песком ниши, молятся, целуют иконы, идут в ближайшие кофаны славить его рождение. В последнюю бесснежную зиму чудесный снегопад случился именно в ночь перед Рождеством. Из кафе и ресторана выходили люди, ловили ртом мокрый, крупный-крупный снег, смотрели на рождественские салюты, им в бокалы с клинтвейном и гренки с ракем падали эти прекрасные снежные хлопья, как символ соприкосновения с божественным. Белград это путешествие во времени, при том в хорошее время. Когда Югославия была богатой, кабинеты были большими, а люди счастливые. Спасибо.